так устроились поудобнее привет что показывает салам алейкум привет друзья меня зовут геннадий я профессиональный декоратор привет дорогим подписчикам и в этом выпуске вы увидите мастер класс под названием за копейки это такая рубрика где мы делаем бюджетную декоративную отделку и сегодня у нас будет интересная девочка стиле грот или в стиле карта мира но самое интересное в том что делать мы это будем из очень дешевых материалов мы для нашей фактуры мы возьмем за основу обычный родбенд и сверху моего покрасим и слегонца пройдемся серебришком от вгт все это будет вам стоить безумно дешево и уточню для некоторых комментаторов что это не то что стоит продавать заказчикам это то что стоит использовать для себя для своих нужд если у вас небольшой скромный бюджет но вы хотите что-то интересное у себя дома изобразить своими руками ну что ж друзья а еще в конце выпуска я скажу кто выиграл и павановский шпательки так как в прошлом выпуске был розыгрыш и еще в этом выпуске мы также разыграем кельму для декоративной и венецианской штукатурки сейчас покажу и вот так это кельма выглядит гладилка из нержавеющей стали с закругленными краями и я лично еще ее не непосредственно заточу доведу до ума чтоб можно было прямо с ходу так сказать с коробки использовать ее в качестве нанесения декоративной венецианской штукатурки так как мы знаем все что для венецианки нужна хорошая подготовка инструмента в общем доведу кельму вы сможете выиграть если вам не повезло и все никак не удается выиграть в наших конкурсах то вы можете приобрести профессиональные инструменты для декоратора те инструменты которыми работаю я повседневно в моем мини магазинчике ссылка в описании и в конце ролика ну что ж давайте теперь приступать к мастер-класс грота из родбанта будем посмотреть погнали друзья как всегда непосредственно перед нанесением давайте обсудим вообще какие инструменты материалы я использую в данном случае я использую все самые простые инструменты так как чтобы было понятно что это доступно каждому я взял обычные малярные шпателя ничего них нет диковинного обычная кисточка обычный валик в общем-то у нас вот такой родбанд он серого цвета если кто не знает цвет родбанта может варьироваться от серого до розового это зависит от места рождения извести сверху мы будем красить нашу фактурную штукатурку краской влагостойкой текс она стоит тоже очень недорого сущие копейки самый дешевый сегмент тем не менее она влагостойка это нужно для того чтобы ну во первых наше покрытие было защищенным а во вторых мы еще сверху будем работать другим материалом поэтому нужно чтобы это все не размазывалось сверху у нас идет штукатурка вгт мокрый шелк серебристо-белая база это такая тоже супер дешевая вещь и расход у нее минимальный будет потому что мы наносить мы ее будем только по верхушкам губочкой взял обычную посудомоечную губку хотя у меня есть вискозные губки которые используют профессионалы для нанесения элиссировок и всяких там патин но я вот взял такую фигню чтобы это было опять же доступно всем но использую обычная колера и катера и полишь это у нас цвет ультрамарин и цвет черный и из этих колеров я буду делать два цвета нашей штукатурки соответственно ультрамарин и светло-серый почему эти цвета потому что я считаю что ультрамарин и светло-серый наиболее хорошо сочетается с серебряным финишным слоем ну что ж друзья вроде все сказал а у нас тут еще небольшой лавхак вас ожидает потому что у нас 4 пакетика вы увидите как мы их используем в дальнейшем ну что ж едем дальше итак друзья как обычно для образца взяли белую двпшку обклеили и скотчем и замешали вот такой раствор он достаточно густой то есть если мы шпатель опускаем он с него сразу же не скатывается а может быть постепенно за счет веса вот так вот через пару секунд только слишком много раствора мы сразу замешивать не стали так как у нас есть достаточно экономный ровный слой и начинаем класть смысл такой чтобы у нас все перекрывалась и стараться не оставлять сильно больших бороздок берем еще на шпатель и продолжаем наносить но в принципе если вы малярку когда-то делали то для вас это не составит никаких проблем более-менее ровно нанести родмонд отмечу что кстати уголки у малярного шпателя я закруглил чтобы было удобнее с ним работать чтобы он не оставлял больших жирных полосок я стараюсь держать инструмент поближе к стене таким образом выравнивать удобнее небольшой кусочек у нас остался и продолжаем наносить в общем то делаем это тоже без фанатизма стараемся за минимальное количество движений выровнять наш слой слой чтобы по 300 раз не возвращаться к одному и тому же месту вот и все друзья такой результат меня уже устраивает достаточно ровный слой я положил теперь жду полного высыхания после чего мы приступаем ко второму слою фактурному так друзья наш первый слой высох теперь чего же нам нужны пакеты а пакеты нам нужны для того чтобы сделать импровизированную тамповку так как в данном случае кельма у нас нет мы берем штучки 3 пакета складываем вот в такой кругляш запихиваем финишный пакет кстати важно смотрите если у вас есть какая-то краска какая-то печать на пакете то нужно его вывернуть чтобы снаружи печати никакой не было заворачиваем нашу там пушечку вот так она выглядит не должно быть тут шов смотрим чтобы шов не попадал на место тампования и теперь просто берем хвостик вот этот вот и перематываем его в этом месте скотчем у нас получается такая там пушка который мы сейчас будем на там повод наш второй слой наши карты мира или грот так кому как угодно или можно сделать ее допустим двух сторон здесь вы где рука у меня сейчас лежит полностью обматываете скотчем у вас получается здесь большая плоскость а здесь маленькая для каких-то труднодоступных мест если вы работаете на объеме конечно же но так в принципе я обычно подкладываю туда вискозную губку большую и получается немножко удобнее но в принципе этот вариант он вообще не требует никаких вложений всего лишь четыре пакета и вуаля все готово так теперь кладем сюда материал и равномерненько растамповываем но потом местами можно добавить какие-то плюшечки сейчас увидите все сами берем материальчик наносим на нашу там пушку наносим вот так вот ну как бы хаотично да например на более-менее равномерно распределяем и теперь берем начинаем оттамповывать прислоняем к стенке и отпускаем и у нас получается что такими кусочками материал остается на стене добавляем материала на там пушку и уже вторую часть образца начинаем покрывать вот такая вот техника незамысловатая где-то у вас будет побольше где-то более маленькие такие плюшечки тем не менее старайтесь соблюдать равномерность после того как вы оттамповали буквально можно сделать допустим квадратный метр возвращайтесь к тому же самому месту и начинаете приглаживать ваши верхушки делайте это аккуратно торопиться не надо вот у меня уже кстати материал немножко под встал так что следите за тем чтобы у вас был материальчик свежий разно направленными движениями сглаживаем и у вас получается такая некая карта мира затем смотрим места где хотелось бы добавить смело добавляем тем самым делая наши островки местами более большими более масштабными таким образом на объеме рисунок будет смотреться более прикольно но вот примерно вот так друзья положили и теперь тут есть такой немаловажный момент чтобы это все пригладить получше вам потребуется влажная какая-то губка или что-то влажное чтобы намочить ваш патель и тогда он станет лучше приглаживать все эти нюансы я взял намочил полотенца протираю шпателек и начинаю сглаживать нашу штукатурочку и она приобретает уже такой более декоративный вид она уже так сильно не топорщится как ротман она становится более нежная не такая грубая и что немаловажно она становится сверху гладенькая ну что сгладили теперь это реально похоже уже на декоративку нам нужно будет это покрасить задекорировать но пока ждем высыхания и за кулисами я сделаю второй такой же образец так друзья наш второй слой уже полностью высох и теперь мы будем приступать к покраске но на самом деле перед покраской конечно нам нужно это все быстренько прогрунтовать грунтовочка высокого проникновения обычный праймер обеспыливатель он же чтобы ничего с нашей штукатурки не сыпалось чтобы когда мы ее красили у нас был меньше расход краски в общем то от этого одни плюсы ну плюс покрытие будет более надежная хочется уточнить друзья что такое покрытие в принципе можно делать даже в ванной комнате но я не имею ввиду конечно что в душевой зоне вам это можно делать ну а просто в условиях влажности так что если вы решите делать такую отделку в условиях влажности где-то в ванной комнате то тогда выбирайте грунтовку которая будет еще от грибка и плесени чтобы уже наверняка никаких проблем у вас отделка не возникло вот так прошлись теперь ждем полного высыхания после чего можно приступать к покраске часа полтора она будет сохнуть примерно ждем итак друзья наша карта мира высохла вот такой цвет у нас получился всего лишь один колер мы добавили немножко черного и вот такой серый цвет замешали колера я вначале все показывал краску который пользуюсь показывал немножко разбавил ее водой потому что она была уж слишком густая процентов на 10 и теперь можно окрашивать нашу штукатурку надел пакетик на ванночку так как у нас будет два цвета чтобы не мыть ее можно будет просто сменить пакет этот выкинуть надеть новый и покрасить другим цветом цвет у нас в принципе достаточно близкий к тому что уже есть так что сильно трудиться не придется все равно 22 раза придется окрасить это как ни крути окраска в один раз в данном случае будет маловато одного раза поэтому первый раз он такой даже пожиже у меня плюс валик такой еще сыроватый был второй раз уже даже можно может быть не разбавлять так и я разбавил а погуще уже краской взять так друзья закатываю образец вторым цветом ультрамариновым и все таки наверное лучше эту краску конкретно не разбавлять потому что первая серая все-таки я разбавил на 10 процентов вроде как должно быть в нанесении проще но не в данном случае нам нужно прокрашивать фактуру и нам нужно более сильная укрывистость поэтому лучше вот и в этом виде как есть краску оставить воды туда не добавлять вот в данном случае я не добавил на ультрамарине она практически с одного раза все укрыла так друзья краска полностью высохла и кстати когда я красил и казалось что она такая достаточно прозрачная но когда она высохла она в принципе все перекрыла я не вижу смысла делать второй слой уж на образце уж точно не знаю как на объеме думаю можно и на объеме справиться в один раз так как все верхушки но практически все мы сейчас будем перекрывать серебром главное чтоб низы прокрасились хорошенько мы берем в gt мокрый шелк называется белое серебро цвет вот таким образом наносим на кисточку и будем пользоваться обычной пустомоечной губкой аккуратненько на нее наносим чтобы ничего лишнего не торчало чтобы там было минимальное количество материала на при этом мы распределяем его кисточкой по всей губке и теперь легкими движениями аккуратно начинаем проходиться по нашим верхушкам постепенно особо не давим на губку они не должны быть у нас прям полностью забиты фишка в том то что это должно быть равномерно по верхушкам тогда это будет смотреться красиво иначе если у вас будет пойдет все пятнами это будет уже совершенно не тот эффект поэтому здесь торопиться не нужно нужно аккуратненько проходиться по верхушкам не торопясь равномерненько и нужно чувствовать нажим то есть сразу же сильно не давите на губочку и работайте также в разные стороны должны отнестись к этой работе не так как механической а именно как художественной работе тогда у вас получится наиболее интересный вариант результат берем еще материал также смотрим чтобы не было никаких излишков то есть никаких на самой губке никаких выступаний материала не должно быть должны равномерно его распределить и чтобы он как бы под впитался и после этого легкими движениями опять продолжаем наносить можно круговыми движениями если вы уже хорошо почувствовали образец ну или стену я имею ввиду конечно штукатурку тогда можно посильнее уже нажимать на объеме вода вы разойдетесь когда поймете как это работает на образцы я аккуратничаю чтобы вам было понятно что получился наиболее интересный результат когда мы покрываем все верхушки у нас получается такая оптическая иллюзия не больше выделяется больше выходит вперед низ уходит дальше у нас получается что мы таким образом выделяем рельеф плюс добавляем такого прикольного серебряного отлива что делает нашу штукатурку более интересным более современной более красивой у нас такой кстати достаточно современный стиль получился потому что серый серебром в принципе куда угодно его можно сделать и он смотрится актуально на сегодняшний день ну что ждем высыхания сниму малярную ленту и посмотрим на этот образец разных углов и под разным освещением ну и конечно же посмотрим на второй цвет ну и конечно же посмотрим на второй цвет Продолжение следует... 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 Голая стена, и вы сразу же клепаете отделку. То есть, это сэкономит еще плюс на подготовке, на всех вот этих материалах дополнительных. Даже можно в ванной делать, да, если еще плюс антиплесневую обработку сделать. Ну, мы делали обычным праймером, грунтовали перед покраской, а там следует, конечно, сделать антигрибковыми праймерами. Ну, и так, в принципе, выглядит неплохо. Считаю, эксперимент удался. Дело, честно говоря, я это первый раз, может быть, вы ее поняли, потому что я там в ходе ролика допускал некоторые замечания, да, вы, наверное, заметили, что сначала думал так, а потом вот так. То есть, по поводу краски тоже краска очень хорошо оказалось укрывает, так что даже в два раза красить не пришлось. На самом деле, после первого раза слегка-слегка верхушечки просвечивали, но так как сверху идет серебро, я считаю, даже второй раз, может, не нужно красить. Если вы плотненько закатали, то это нормально. И это, опять же, говорит о хорошем расходе, не будет перерасхода и так далее. В общем-то, что ж, друзья, эксперимент считаю удачным. Теперь давайте перейдем к нашим розыгрышам. В прошлом ролике я просил вас указывать в комментариях, за сколько вы думали, я бы сделал, по факту, тот образец из прошлого ролика на большом формате, на черной венецианке золотая поталь. Очень жирнющий образец. И сделал я его за 5 часов. Да, это было 5 часов со всеми высыханиями и так далее. Так что наиболее близкий вариант к этому ответу я отмечу в комментариях к прошлому видео и расскажу, как со мной связаться. Так, теперь перейдем к розыгрышу кельмы из нержавеющей стали. Она подходит для венецианки, она подходит для всего. И эту кельму выиграет тот, кто скажет мне ответ на такой вопрос. Внимание, знатоки! Есть у меня некий стандарт, когда у меня заказывают венецианку, как я считаю, стандартную квадратуру на мастера. Внимание, вопрос! Сколько метров венецианки от начала до конца должен сделать венецианщик за день? То есть с помощью такого способа я считаю, сколько времени потратится на тот или иной объект, на ту или иную квадратуру. У меня есть среднее число на мастера за день. Так что, друзья, указывайте свои ответы в комментариях и первый, кто ответит правильно, получит вот эту кельму. Ну что же, друзья, я надеюсь, вам понравилось это видео. Я надеюсь, оно было полезным для тех, у кого реально крохотный бюджет, но кто хочет что-то сделать интересное у себя дома, плюс своими руками, это интересно, красиво, выглядит прикольно и, в принципе, это даже и практично, как казалось. Так что, друзья, если понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, так как на этом канале будет еще куча видео про декоративную отделку. Что еще? Ссылка в описании на мой магазин инструментов и в конце ролика. Ну а на этом все, увидимся в следующем видео. С вами был я, Геннадий про декор. Хорошего вам настроения и творческих успехов. Все, пока. Пока.